Депутаты окружного собрания на заседании постоянной комиссии по вопросам образования, культуры и спорта обсудили процесс внедрения здоровьезберегающих технологий в школах. Поводом послужило обращение председателя региональной общественной организации Совета отцов Алексея Канева, который пытается обратить внимание парламентариев на одну из здоровьезберегающих методик доктора Базарного, чтобы внедрить ее в образовательные учреждения округа. Все здоровьезберегающие технологии имеют в своей основе схожие методы и приемы. Нет какой-то одной уникальной схемы. На практике на уроках в школах округа уже созданы условия для сохранения здоровья детей и используются приемы, схожие с методикой Базарного. Эта технология предлагает целый ряд решений для массового внедрения и включает базовый элемент – конторку, специальный ученический стол для работы стоя. Она подразумевает смену динамических пост в процессе обучения через каждые 15 минут. Там даже не очень много надо-то в принципе. Надо просто на эти парты поставить одну стоячую, можно сделать из фанеры, это не очень много денег замен. А одна просто, чтобы была наклон, и все, и меняться местами. Там небольшие, для того, чтобы здоровье у детей было нормальное, это небольшие вложения. И это единственная технология, при которой во время учебы зрение не садится, потому что там используются офтальмо-тренажеры. Вот эти именно 15-минутные перерывы, когда там через 15 минут встал учитель и сказал, а давайте теперь посмотрим. Они нарисованы, там немного денег. Они нарисованы на потолке, на стенах. Они встали, раз, головами попкрутили, здесь никакого зажима нету. Их глаза у них нормально. Есть другие тренажеры, кресты эти. То есть это же много денег не занимает там вообще. А для здоровья полезно. Распространение технологии носит общественно-инициативный характер. И даже приблизительная статистика ее использования отсутствует. Руководитель управления образования Лиана Храпова согласилась с тем, что данная методика может применяться и в наших школах. А также добавила, что для практического внедрения данной технологии потребуются немалые финансовые затраты. Готова рассмотреть в пилоте, потому что это на самом деле это финансовая основа лежит за этим. Потому что если мы будем абсолютно во всех школах это представлять, это замена всех парт пойдет. Это ремонт всех кабинетов. И насколько это все ляжет на бюджет субъекта. И поэтому рассчитали, что приобретение парта, этой мебели, комплекта мебели, обойдется для одного класса. Если мы начнем с первого класса, потому что начинать это в четвертом или в третьем, это неразумно. Потому что надо посмотреть динамику. А что происходит с детьми? А как эта система подготовить аналитику, подготовить выводы применения данной технологии? По словам Лианы Храповой, только после этого можно будет внедрить данную методику во все школы. Обсудив вопрос, депутаты предложили профильному департаменту рассмотреть целесообразность ведения здоровьесберегающей технологии базарного. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.